всем привет мои хорошие с вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео сегодня у нас с вами будет шаурма даже две штук я конечно же съем производством мамина так что рецепт я оставлю вам в инфобоксе можете перейти и тоже приготовить так же как делаем это мы и может быть вы уже подумали что Айка совсем обнаглела и уже снимает видео просто голая как она может это делать ужас просто ужас 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 тфу нет ребята это такая кофточка кто смотрел мой влог тот в курсе а мы спать и ходили шопиться и купили так неудобно что-то покупать мы зашли в мой любимый нью-йоркер ты например что-то меряешь а там получается так что из-за коронавируса получается в одной раздевалке например переодеваются а вторая раздевалка пустая типа чтобы вирус не передавался сейчас и везде там клеют наклейки типа два метра друг от друга и все там и прямо вот эта девушка которая убирает эти вещи постоянно начинают вот давайте быстрее 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 люди ждут и я вроде бы понимаю что она должна так говорить потому что люди действительно ждут ну это так неудобно что-то покупать то есть когда тебя торопит и не можешь сосредоточиться и думаешь да ну нафиг не буду брать как-то в следующий раз возьму потому что когда я покупаю какую-то вещь вот так вот в попыхах в результате и вообще не нашла поэтому я купила только юбочку вот эту кофточку хотя там на скидке были такие классные будем такие зимние правда но можно купить и оставить вот поэтому я это все мерить не стала думаю закончится карантин потом уже пойду нормально со спокойной душой по магазину знаете как во время пожара ты быстренько одеваешься и выходишь из дома взял все самое ценное вот то же самое было там обычно когда я покупаю что-то в нью-йорке я я не пробиваю на пустую кассу я нахожу какого-то консультанта я говорю хотите пробейте на себя и представьте патя мерить кофточку и она и говорит снимать нельзя фотографирует себя нельзя хотя вот где здесь это написано хотя хотелось снять например маме отправить мама одобрит не одобрит потом взять я когда мы уже покупали дала этой девушке что хотите пробейте на себя она так удивилась что я тут хамлю им они наоборот делают мне добром так вот ребята даже если человек по отношению к вам настроен агрессивно старайтесь отвечать ему добро и вы увидите улыбку напротив тем самым все люди станут хоть немножечко добрее так что девочки шопиться сейчас вообще не вариант красиво живете в боку я люблю типа магазином со спокойной душой не знаю вот прям думая поэтому как-то так ребят а еще если утром проснулась открываю дайрект а там мне отправили сообщение мои девчонки мои подписчицы что блогерша в азербайджане ее зовут айсель шокюрова у нее миллион подписчиков реально миллион не накрученных как у всех здесь а реально миллион подписчиков она поделилась моим тик током и честно мне очень было приятно мне начали писать что она в ю тубе там снимает видео про суши суши челлендж а мне все начали писать айка давай напиши давай вы снимите вместе совместное видео я такая думаю мне всегда реально стыдно писать блогерам у которых больше подписчиков чем у меня хотя в ю тубе у меня больше причем в три раза но все равно мне как-то стыдно предлагать какое-то сотрудничество блогерам у которых больше чем у меня подписчиков даже которые наравне мне реально очень стыдно не знаю почему однажды я просто написал нам блогер у меня было в то время четыре тысячи подписчиков и у нее было что-то в районе пяти тысяч но у нее просмотры чуть больше были чем у меня минсал нет мне это не интересно я понимаю это ее выбор но после этого я как-то решил что больше никому не буду никогда писать что давайте снимем совместное видео и так далее хотя в душе я бы очень хотел снять с каким-то азербайджанским блогером коллаборацию но нужно чтобы это азербайджанский блогер еще говорил по-русски а вот такого человека трудно найти мне кажется было бы очень интересно даже если у блогера меньше чем у меня подписчиков тоже не беда для меня это как-то как то так ребята сегодня я иду выбирать кондиционера мне мои подписчики скинули пару магазинов где реально дешевле я просто вообще не профи в этих делах и даже не знаю на сколько квадрат нужно брать хотя я работал магазине техники но я не специализировалась именно по кондиционерам поэтому якобы не профи обалдеть как вкусно просто обалдеть люблю я шурму очень особенно в лавашах там не знаю я смотрю фильмы парень с девушкой идут в какой-то дорогущий ресторан на такой огромные тарелки такая знаете маленькая еда идут беседуют не знаю романтические разговоры ой поцелуйчики все дела мой мне говорит куда идем я говорю за шаурмой за шамухой давай каждому по три штуки чтобы наесться некоторые смотрю ругаются со своим парнем чего мы только по макдональдсам ходим я хочу идти в дорогие рестораны я думаю зачем мне за чай платить 10 долларов ребят я в макдональдс его мешок еды смогу взять зачем мне оно надо мне хватит всегда быть нахрена говорит ты покупаешь такие дурацкие парфюмы зачем ты покупаешь такие например недорогие шмотки к примеру да твой парень увидит и скажет что например вы поженитесь через пять лет он скажет а че я тебе диор должен покупать когда мы с тобой не были в браке ты и его нам пользовалась ну я считаю что дай бог я никогда не буду с протянутой рукой к мужу что дай у меня всегда будут свои деньги и вообще девчонки старайтесь быть независимыми я не представляю свою жизнь вот так вот что-то постоянно у мужа просить это реально тяжело вот говорят что домохозяйка она дома она ничего не делает дома столько работ да не на одной работе так не устаешь как дома поэтому огромный поклон всем домохозяйкам у нас с вами много общего я дома сплю и вы дома я жжу и вы жрете я просто не люблю идти в какое-то заведение просто сидеть чисто для красоты чисто зашли в ресторан ну поболтать поболтать я в парке могу в ресторан я захожу чисто поесть а еще в связи с последними новостями да в моем инстаграме со всеми этими скандалами теперь все суши доставки они меня знают в лицо и я заказываю получается по телефону номеру не со своего инстаграма заказываю себе 50 по моему роллов ну в общем и приходит доставщик я иду она сразу узнает он такой говорит подождите я перепроверю все ролла перепроверил какой исход для видео я говорю да а так приятно когда тебя узнают вот сейчас мне написал инглот вот эти спам рассылки что где-то скидки или так далее это жутко раздражает как это отменить я даже не знаю в каком-то одном магазине дал свой номер все пиши пропало в общем на этом все ребята было очень вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь на мой тикток на мой инстаграм там все ссылки будут внизу а с вами была Айка Эмили всем пока пока пока